Небольшое, поэтому концентрация газа там очень высокая, поэтому уже в пещере он газ ядовитый. Получается, что вода выходит с царства смерти на свет. Получается, что побеждает смерть. Поэтому верит, что это живая вода, что может увеличить все болезни. Поэтому еще в античный период, со всех сторон античного мира туда приезжали лечиться. И люди продолжают приезжать туда лечиться. Это значит, не только что ели туда на экскурсию, там находятся отели разного класса, 5 звезд, 4, 3, всякого вида отели там. И со всех сторон мира, и только со всех сторон Турции, со всех сторон мира туда люди продолжают приезжать лечиться. Но, конечно, и самое главное, сегодня туда не едет. Турхет, это народ, который во втором тридцателетии до нашей эры, ну, значит, примерно в 20 веке до нашей эры, переселился с севера через Кавказ в Малую Азию. И здесь в Малой Азии они основали государство. И это очень важное государство не только в истории Малой Азии, но и в мировой истории. Потому что, да, это первое, как государство уже, государство в Малайзии, но и в мире это первое индоевропейское государственное образование. Что это значит? Лингвисты говорят, что в мире 5 основных языковых групп. Одна языковая группа – это индоевропейская языковая группа. Ну, видите, широк, очень группа индоевропейская. Значит, там, в Макетоне, начинается переселение морских народов, как их называли, египтяне этих народов. Это народы, которые жили на Балканском полуострове, неизвестно почему. Начали переселяться на юг, на север, на восток, на запад. А чтобы переселиться на восток, можно было переселиться только через эти проливы. Поэтому, а там находился большой, очень богатый, и в этом отношении сильно очень город Троя. Поэтому надо было победить сначала троянцев. И в Трои, конечно, воевали не только троянцев против этих народов. Воевали практически все местные народы Малайзии. Но эти народы, они победили. И так начинается переселение этих народов. Сначала переселиться в фракийские времена, но Марсиас подумал, что это правда, и решил доказать всем, и саму Аполлону, что играет лучше, чем его. И пригласил Аполлона на соревнования. Соревнование состоялось на вершине этой горы. Судья, бог это говорит, мол, а как зритель там участвует фракийский. Сколько? Сколько сказали. Это поможет проверить, в общем, никто не человек. Знаешь, что он делает? Эту сейчас, по-моему, куда показывали. Да это природное чудо. Больше такое, нигде в мире нет. А почему говорит природное? Потому что... Это природное чудо. 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 Крепостная стена и ворота, откуда мы заходили город, построена в V веке, а город построен в Афганистане до Афганистана. Так сложно построить, потому что город находится над территорией Большой Рейской Митери, на границе, на берегу моря, внутри страны, вокруг не было врагов, поэтому не нужно было строить крепостную стену. В IV веке на Афганистане уже распалось на Западной, а в V веке на Афганистане уже в полосе распалась. В IV веке на Афганистане уже распалась в Восточном и Западной. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Что, пошли? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, мы добрались до этих террас Народу, конечно, как муравьев, но это стоит того Внизу бассейны Думаю, что там живут богатые люди Не знаю А вот там это все горы Далеко-далеко Чтобы понять, давайте вот так сделают Вот это примерно реально Ну что, награждение за него нельзя, но, конечно, грандиозно Вот такой целый каньон белоснежный Вода в некоторых вот лужицах здесь под ногами Где теплая, где холодная Удивительно А здесь вот течет Минеральная вода Которая несет кальций Которая вот откладывается За тысячи лет И вот превратил все вот это в такое чудо света Да Да, красота, конечно Да, красота, конечно Вот такой вот боснежный бассейн. Боснежными стенами. Мы идем по дороге. Сейчас мы здесь в кожей тропе. Еле расходимся. Рядом обрыв, а здесь вот мы не разбегаемся. Здесь же и воздушные шары, и парапланы летают. Вообще отлично. Обязательно не пожалейте денег. Столько тут всего 50 долларов. Долго ехать, конечно, 4 часа мы ехали из Сиде в Памуккале. Но это здорово просто. Погода в октябре замечательная. Просто в этих каких-то холодно, в каких-то тепло в бассейнах. Не поймешь почему и как. Попугаев сюда принесли фотографировать. Здесь очень много иностранцев. Очень много. Долина удивительно красивая. А наверху античные развалины. Кальцевые природные террасы. Ребята, это очень далеко. Друзья, мы оттуда вернулись. Теперь мы сходим туда чуть подальше. Туда мало кто ходит. Как говорит, у меня один из сыновей. Все ради контента, все для контента. Обязательно пока мы добрались до другой стороны этого каньона. Кальцево. Вот оттуда я ведущие видео снимал. Вот где очень много народа. А теперь с другой стороны. И я не устаю повторять, что зрелище конечно потрясающее. Оно потрясает все воображение. И с этой стороны также течет целая речка. Фантастика просто. И ты сейчас естьletец. Эти, я вас учитывал. И ящик. И ящик. Ах, ты их не знаешь. А сюда прям совсем очень немногие доходят. Прямо другой край каньона. Вот эти террасы спокойные такие, белоснежные, красивые. И вот с этого уже конца каньона я сниму и покажу. Всю площадь долины, зона отдыха огромная. Летают парапланиристы, кричат. И большая, большая долина. И вот здесь. И вот здесь. И вот здесь. здесь все огорожено вход платный и до сих пор проводятся археологические раскопки у меня уже автобус уходит времени нет стоп в следующий раз ну вот друзья я провел для вас небольшую экскурсию по бассейну клеопатры и по восьмому чуду света по мукали до амфитеатра я не добрался времени мне ухватил всего спасибо всем всем пока а а а а а а а